Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия Атеана на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 18 главу. «Сказав себе, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отрав отряд воинов, служителей, первосвященников, фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием. «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисус Назареи. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ним и Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю». Мы помним с вами предыдущую главу, где в 17 главе Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду молился за весь род человеческий, но в особенности за учеников, которых Господь Отец вручил в руки его, и Он просил у Отца, чтобы Он сохранил их. «Не о всем, говорит, мире даже молю, а именно о своих учениках». И вот после этих событий прошло какое-то время, и Иисус со своими учениками, как мы прочитали в 18 главе, вышел за поток кедрон, где Он часто собирался с ними. Какова была причина собрания там учеников и Спасителя? Что это были за сады? Они действительно находились вне города Иерусалима, это были масляничные сады, где выращивали маслины. И Христос там часто проводил в уединении со своими учениками, уча их заповедям Божьим. И мы видим, что как в начале человеческой истории, когда первые люди, Адам и Ева, отпали от Бога, так и сейчас, в этот самый момент, Христос собирается со своими учениками в саду. Как там был сад Эдемский, так и здесь. И особое внимание на это обращает свидетель Кирилл Александрийский. Он пишет, цитата, «Садом было место то, исполняющее образ древнего рая, ведь в раю случилось начало наших скорбей, в саду получает начало и страдание Христово, принесшее исправление всего некогда с нами случившегося». Конец цитаты. Видим, что фарисеи узнали, где Господь Иисус Христос, потому как это место знал Иуда. И вот интереснейшее событие, на что надо обратить внимание, что Иуда, взяв отряд воинов, третий стих, служителей от первосвященников и фарисеев, приходит с фонарями, светильниками и с оружием. Заметим, с фонарями, со светильниками и с оружием. Отряд воинов. Это мягко, отряд воинов. Здесь вообще стоит как бы слово «когорта». «Когорта» это, некоторые говорят, чуть ли не до двух тысяч, но самый малый отряд, который был у воинов, это 200 человек. Казалось бы, зачем целых 200 человек брать с собой отряд для того, чтобы взять одного человека? Дело в том, что иудеи, они так возненавидели Христа, что накрутили римского прокуратора, что это политический деятель, что он называет себя царем, хочет свергнуть власть. Светскую и объявляет себя царем, поэтому может быть и восстание, с ним могут быть люди. Для этого приходит такой многочисленный, в общем-то, отряд, 200 человек даже, это немало. Но далее следует еще более интересное событие, которое заслуживает, конечно же, все Евангелие заслуживает наше внимание, но здесь вот пристальное для того, чтобы понять. Видим, что подходят воины с оружием, с фонарями, вместе с ними иудеи, и вдруг они спрашивают, кого ищете, выходит им навстречу Христос. Они отвечают, Иисуса. И тогда Господь говорит им, это я. И, как сказано в 6 стихе, они отступили назад и пали на землю. Казалось бы, воины, вооруженные, с ними иудеи приходят для того, чтобы взять Христа, и вдруг выходит изнеможденный один человек. Они спрашивают, кого ищете, он говорит, это я, и они падают. С чего это вдруг они падают? Что с ними случилось? Что их кондратия какая, как говорят, или эпилепсия всеобщая, или что падучая? На самом деле, здесь иудеи слышат имя Бога. Христос здесь называет себя Иегова, Яхва. Точно так же, как Господь некогда открылся Моисею в книге Исход 3 глава 14 стих. Мы помним, когда Моисей был призван Господом, чтобы идти и вызволить народ израильский из Египта, и пошел вместе с Сароном, то он спросил тогда, как тебе имя? И Господь ему открылся с этим именем. Я есть тот, кто я есть. Это имя означает, что я Бог и другого Бога нет. Я единственный собственник во вселенной. Я Бог-творец, я Бог и другого Бога нет. И это имя очень хорошо было известно иудеям. И вот когда Христос выходит и говорит им, это я, то он произносит то же самое имя. На греческом оно звучит как эгоэми, я есмь. Если мы откроем с вами книгу Септуагинта, перевод, сделанный за 200 лет до Рождества Христова, 70 толковников, то мы увидим, что исход 3 глава 14 стих стоит та же самая обвература, тот же самый тетраграмматрон. Только на греческом, если хотите. Иудеи падают. Почему иудеи падают? Потому что они слышат имя Бога. Они боялись нарушить третью заповедь, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Имя Бога упоминалось только тогда, когда священник входил во святая святых. И то там шепотом, чтобы не дай Бог нарушить эту заповедь. Иудеи падают, мы спросим, а почему же тогда падают воины вооруженные? Ну, у воинов естественная реакция. Если кто-то лег или команда ложись, значит там пуля пролетела, ну а в данном случае стрела или топор или камень. То есть реакция, падают иудеи, за ними падают воины. То есть здесь Христос называет себя Богом. Он применяет к себе имя Божие. Поэтому есть такая секция, святители Иеговы, я им часто показываю этот текст. И говорю о том, что они не верят, что Христос это Бог. Тогда я спрашиваю, кто Христос, обманщик. Представьте себе, захожу я к вам, например, домой. Вы говорите, вы кто? Я говорю, я Бог. Вы говорите, что с вами? Что-то ненормальное, когда человек присваивает себя имя Божие. Поэтому Христос действительно был Бог и человек. Поэтому он говорит, я есмь тот, кто я есмь. Опять спросили, спросил я их, кого ищите. Они сказали, Иисус на заре. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Видите, они сначала опешили, они могли очнуться от того, что не услышали имя Бога. Итак, если вы ищите, оставьте их, пусть идут. Это он говорит о своих учениках. Зазбоится слово, реченное им. Из тех, кого ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, излег и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу Малх. Видим, что этот стих, 10-й, говорит о том, что у апостола Петра был меч. Почему у учеников были мечи? Что это были за мечи? Ну, надо помнить о том, что они шли после пасхальной вечери. На пасхальной вечере всегда заклонался агнец, небольшой ягненок. И поэтому, естественно, что у апостолов для этого, чтобы заклониться, были мечи. Но мечи не в нашем представлении как меч, а, в общем-то, ножи. Такие вот длиненные ножи. И мы видим, что это одна из версий, почему у них были ножи. Вторая версия, потому как это были сады, они были за городом. И иногда в этих садах могли быть и разбойники. Поэтому люди там, ну, в большей степени даже не разбойники, а дикие звери, шакалы, например. Поэтому, ну, как бы рекомендовалось в вечернее время все-таки ходить с каким-то оружием, чтобы для самозащиты. И вот апостол Петр, он защищает Христа, он вытаскивает меч, ударяет этого раба, Малха, даже имя его осталось в Евангелии. И отсекает ему правое ухо. Поэтому мы можем сказать о том, что, ну, если правое ухо, то, значит, удар был нанесен левой рукой. Ну, так, ну, очевидно. Поэтому из этого можно сделать вывод, что апостол Петр был левша. Ну, это такое предположение. Потому что человек, который стоит напротив, удобнее ударить, если отсечь ухо, то с левой руки. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? То есть, Христос останавливает Петра. И, в общем-то, то, о чем будет сказано в Священном Писании, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Господь не нуждается в такой защите. В другом месте Священного Писания мы помним, что Господь говорит, что для своей защиты Он может призвать легион ангелов. То есть, огромное воинство ангелов. И здесь Господь уточняет в 11 стихе, что неужели мне не пить чашу сию. Он говорит, зачем Он пришел. Он пришел для крестных страданий, чтобы скупить род человеческий. Поэтому здесь еще Он говорит Петру о том, что не надо мстить даже за другого человека. «Когда воины и тысяча начальников служителей иудейских взяли Иисуса и связали Его. Вели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ». На самом деле, здесь такое пророчество. Помните, когда Каиаф говорил о том, что лучше пусть один человек умрет за весь народ, чем множество. Поэтому здесь, в общем-то, пророчество действительно. Один Христос умер за всех. «За Иисусом следовал Симон, Петр и другой ученик». Вот здесь в 15 стихе евангелист Иоанн говорит о себе и другой ученик. Он часто так выражается, не называя своего имени из-за смирения. «Ученик же себе был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предверницы и ввел Петра». То есть, как бы этот ученик, другое договаривается о том, чтобы можно было ввести и Петра там, где преднамеренно готовились для того, чтобы осудить Христа. Тут раба, предверница. То есть, предверница — это люди, которые следили за тем, кто вошел, кто вышел, как контролер. Вот как у нас сегодня вахтер есть, он сидит, кто заходит, кто выходит, охранник. Так и это. И в большей степени это служение тогда в Риме выполняли женщины, как мы видим из этого, предверницы. Говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал, «Нет». Между тем, рабы и служители развели огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Пересвященник спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказал, «Так ли ты отвечаешь первосвященнику?» Иисус сказал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» То есть мы видим здесь, начинается событие преддверия распятия Христова. Начинается издевательство над Христом. Но Христос отвечает, они, вся проблема иудеев и первосвященника, они никак не могли найти свидетеля. Не могли найти свидетеля. Это кто бы засвидетельствовал действительно, что в словах и в речах Христа было не так. Итак, единственное обвинение, которое было на Христа, это то, что он делал себя Богом. То, что он делал себя Богом. Они не верили в него, как в Бога. «Анна послала его, связанного к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты?» Но он отрекся и сказал, нет. Один из рабов, первосвященнических родственник тому, который Петр отсек ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся. И тот час запел петух. Три отречения Христа. Трижды. И Господь, мы помним, предсказывал ему, когда апостол Петр своей горячности, своей ревности, из-за любви к Богу, ну такой эмоциональной ревности, поэтому мы всегда говорим, что эмоциональность, она очень, ну так, опасна. Конечно, человек не лишен чувств, но эмоции надо сдерживать. Но бывает опасна для верующего человека, делать что-то в порыве чувств. Мы видим, к чему это привело даже такого первого верховного апостола, правда, еще, конечно, не освященного Духом Святым, но тем не менее, ходившего со Христом. Это привело его к тому, что он, в общем-то, испугался и по молодуши своему отрекся. Но мы знаем из Евангелия от Матфея, что это отречение заканчивается у Евангелиста Матфея тем, что вышел и горько плакал. «Откаяв и повели Иисуса в приторию, было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, чтобы можно было есть Пасху». Мы видим, что фарисеи, иудеи, они соблюдают все предписания точности, но не гнушаются тем, чтобы убить человека. То есть они выполняют мелочные обряды, но забывают о самом главном. Это то, о чем говорил Христос. «Отцеживающие комара, но забывающие о главном». Так бывает в нашей христианской жизни, когда она бывает похожа на этих иудеев. Мы все стараемся сделать. И дай Бог перед причастием что-нибудь там нечаянно даже в рот положить, тогда мы уже причащаться не пойдем. Может, это и правильно, в различной предосторожности, но надо нам не заиграться до такой степени, чтобы мы не заметили главного своего греха, которого сидит во всех нас таким уже правителем наших дум и чувств и воли. Это грех самый главный, о котором я часто говорю, осуждение. Мы ему уже не придаем никакого значения. Есть еще такой один грех, который мы совсем забыли. Это грех чревоугодия. О нем уже и в проповедях никто нигде не говорит. А это грех, когда мы ищем что повкуснее, что получше. Поэтому часто мы обращаем внимание на какие-то мелкие грехи, с которыми нам легко справиться. А вот на большие нет. Так и здесь происходит такая ситуация, что они не хотят входить в приторию, потому что им надо есть Пасху, они готовятся к Пасхе. Да, какое там отделаем, нет до того, что умертвить и послать на казнь человека. Нельзя войти, а то осквернимся. То есть убийством мы не осквернимся, что предадим этот человек убийство, а вот тем, что войдем в приторию, осквернимся. Итак, Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволительно предавать смерти никого. Действительно, иудеи не могли предавать никого смерти, тем более перед Пасхой. Но они могли предать смерти, побить камнями. Но перед Пасхой они этого делать не хотели. Пилат по закону Моисееву, всякий человек, который, а с их точки зрения, Господь Иисус Христос богохульствует, поэтому должны были побить камнями. Но когда иудеи были под римлянами, то римляне запретили им вершить приговоры, где бы окончательный приговор был убийство, лишение жизни человека. Поэтому они говорят, мы не можем, вот вы должны. Но еще почему вообще, это, конечно, они перед римлянами не побивали, чтобы римляне не знали. Но как вот свидетельство Иосифа Лавии, что сами они тайно без римлян, часто мы знаем и апостол Павла побивали камнями, часто, чтобы это только римляне не знали об этом, они побивали камнями. Но здесь они не хотят побить камнями. Еще есть одна причина. Не только то, что им Пасха, не только то, что им не разрешает римская власть. Еще есть причина, какая они снова, повторю, не могли найти свидетеля. Никто не мог подойти, там, значит, сам по себе ритуал был такой, побиение камнями. Тот, кто был свидетель, он должен первый был бросить камень. Помните, когда Христос, когда к нему привели блудницу, то говорит, кто без греха первый бросил ее камень. То есть, кто засвидетельствовал себе, что он без греха первый? Никто не засвидетельствовал. Так и здесь. Поэтому они не нашли свидетеля. Свидетелей не было. В чем обвинить? Поэтому они решили вот так вот, так очень хитро, очень так хитро, скажем так, обдумав, чтобы казнить Христа не своими руками, вот привести человека, неугодного им, за которым ушел народ, который лишал их доходов и прочие вещи. И они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, и так далее. Да сбоится слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. То есть, Господь Иисус Христос так и говорил, вознесен должен быть на древе. Об этом еще и пророчествовал пророк Исаия. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса. И сказал он, ты царь иудейский. Иисус отвечает ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне. Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предлили тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, и так ты царь. Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истине слушает голоса моего. Видим, что Господь здесь говорит о том, что ты сам свидетельствуешь. И все, что ты говоришь, и твой вопрос, на самом деле не просто вопрос, а утверждение. Господь о себе говорил и явно. Например, евангелист Марк об этом свидетельствует. Говорит о том, что когда Пилат спрашивал, ты это, Христос говорил, да, это я. Здесь он говорит, евангелист Иоанн описывает немного иначе. Он говорит, что ты сам свидетельствуешь о том, что я царь. И о том, что я царь иудейский. Почему именно царь иудейский? Потому как мы помним, что Христос пришел прежде к своим. Помните? Он говорил, я пришел взыскать и найти погибшее. Но когда же, как сказано, пришел к своим, и своего не приняли. Когда его свои не приняли, тогда он посылает уже учеников на проповедь, даже до края земли. Итак, Пилат сказал ему, что есть истина. Да. Я послал, говорит Христос, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего. И Пилат спрашивает, что есть истина. Сама истина стоит перед ним, но он ее не видит. Так бывает часто, когда многие люди говорят, вот мы уже какие только аргументы не приводим в доказательство того, что Бог творит, что этот мир не произошел случайно, что ничего не бывает каких-то совпадений в этом мире. Но каких бы аргументов ни приводили, там и философов, и писателей, и русских, и зарубежных, доказательство бытия Божия, знаете, тут ничего не помогает, и люди отрицают. Всегда хочется сказать таким людям, что и не старайтесь. Вот сама истина стоит перед Пилатом, и на самом деле он не видит ее. Почему? Потому что нет состояния покаянного, то есть обращения, понять. Здесь Пилат просто хочет быстро разрешить вопрос. Как знаете, в общем-то в светском мире так и принято. Редко люди бывают, которые добросовестно выполняют свою работу. В основном люди выполняют свою работу каким образом? Ну так, чтобы отделаться. То есть преследуя какую-то главную цель, заработать, а работу, ну, побыстрее сделать и уйти. Вот Пилат примерно так, побыстрее выполнить свою работу и уйти. Итак, Пилат сказал ему, что есть истина, и сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не вижу в нем. Есть ли у вас обычаи, чтобы я отпустил вам на Пасху? Хотите ли отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все, говоря, не его, но вораву. Ворава же был разбойник. Мы видим, что мир любит свое. Ворава действительно разбойник, убийца, насильник, и все об этом знали. Христос исцелял, кормил, воскрешал мертвых Лазаря, и все об этом знали. Но мир выбирает свое. И здесь сбываются слова Христа. Если бы они любили меня, то любили бы и слова, которые говорю я, и исполняли бы их. Но так как они любят мир, то они любят свое. Поэтому разбойничий мир выбирает свое. Они выбирают вораву, а кричат толпой, распни его, распни. Распнуть того, кто создал, распять это, того, кто создал этот мир, самого человека, Господа и Спасителя. Вот такая вот история. Мы видим в 18 главе, что Христос схвачен, его ведут на суд, сначала к одному, потом к другому, потом устраивают допрос. Иудеи стремятся всей своей властью, которая была у них тогда, распять Христа, и все, что они задумали, все это им, в общем-то, удается. Вот Христос уже перед Пилатом, вот он спрашивает, что есть истина, когда сама истина смотрит ему в глаза. И Христос предается на распятие. Мир выбирает свое.